Я бы еще на их месте сделала, чтобы снимать нельзя было эти шмотки. А, как в Балдурсе. Тогда б совсем было уже. Пора сломать персонажа, а сломать. Да-да-да-да-да. Дракон чихнул не в ту сторону, тела теперь не снимается у Микона. Солодами Майлру и так накосячили очень сильно. Обидно было в свое время очень сильно. А ловится? Да. Прямо. Это как обычно у нас все через одно место. Хотя как лучше получается. Ну, вообще, начнем с простого. Что вы хотели от Mail.ru? Ну, вот. Но изначально-то она не была в Mail.ru. Точнее, до Allodaf Online никто не знал, что такое Mail.ru. Да ладно! Было-было. Было-было. Было. Префектом World тоже. Но в ПВТ играют нормальные без доната, насколько я помню. Ну, я не знаю. Кто там играет в здесь по контингенту все равно. Наверное, да. Надо задать вопрос. Кто играет? Это было внезапно. А где вообще? Я не вижу. Два удара на 250. Такая радостная. Дальше пошла. Ну, нормально, чё? Да я потом даже заметила. Отряд не заметил потери бойца. Ладно, вперед. Я вас догоню. И фракция смена прошла до конца. Просто я очень надеялся в своё время, что они потом отправят эту игру в Европу и там в Европе она будет нормальная. Ну, да. И там то же самое получилось. Хотя в Европе она была более-менее адекватная по сравнению с нашим. Да там он в группу закрыл, же нет? Я не знаю, я сейчас не суть. Но во всяком случае по донату там и по прочей фигне там она была адекватнее. А мог бы получиться такой хороший русский варкрафт. Дима Медведев одобрил бы, да? Ну, вроде как он её одобрил. Он так хотел, мечтал. По-моему, даже у него было такое заявление, по-моему, даже было, что у нас должен быть свой русский варкрафт. Красовая, с блогджеком. Да, с чисто русским менталитетом. Ну, там, в принципе, такая мадам, по-моему, буквально в первом же городе, если играешь за бобро и справедливость. Там баня со всеми выпекающими. Да там, нет, там вообще всё хорошо. И на самом деле, серьёзно, если забрать, ну, там и движок, и механика, и всё там нормально. Там вся проблема в том, что mail.ru хотят очень много денег. Очень много денег. Так, вроде pay-to-play сервера вроде открыли для тех, кто не хочет платить. Там тоже проблема. Нет, там тоже какие-то проблемы на pay-to-play. А в чём там мне интересно даже? Я вот особо, я уже потерял к тому времени интерес к проекту. А вот аналогично. Т.е. вы играли в этот трэш. Это не трэш, это очень хорошо. Всё, что free-to-play уже является трэшем по определению. Так изначально она, в принципе, я так понимаю, планировалась не как перед тупой. Да, она же планировалась. Они хотели сделать абсолютно нормальный трэш. Проект. Если что-то уходит в руки mail.ru, это уже означает кремер. Вот, кстати, я, наверное, сейчас не соглашусь, потому что есть такая штука, как Skyforge. А чё, его ещё не загнобили? Нет. Вот он... Странно. Все, кого я знаю, все его уже загнобили. Я чё-то там побегала, но как-то мне не понравилось, что там единственный персонаж. Единственно неповторимый. Я, конечно, понимаю, что здесь, по сути, тоже, но здесь есть возможность выбора хотя бы. Мобобейте. А там тоже? В смысле... Нет, ну вот я создала свою там какую-нибудь паладиншу или ещё что-нибудь, и я не могу больше персонажа создавать другого. А, ну да. Только вот это паладинши. Ну, ты же в любой момент можешь сделать из паладинши паладина. Ну да. Выбора нету, понимаешь? А, выборов, в смысле этих выборов персонажей? То есть это, знаете, как в этом, о чём говорят мужчины, по-моему, было. Нету возможности другой... Вот запретили тебя есть вилкой. А у тебя уже два года вилки не было. И вот нету возможности вот этих вилок вот. Так и у меня. Вроде как и не нужны эти альпы нафиг, но тем не менее очень схожи. Ааа, лимит, 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 лимит. Не успею. А чё надо сделать-то? Да ничего это было не надо. Да, в смысле, вообще... Ааа, ты не знаешь, что такое лимит у брейка? Нет, что такое лимит у брейка, я уже знаю, мне рассказали. Что я должен был... Кто из нас должен был что-то поставить? А тот, кто... Да, нет. Не-не-не, расскажите, потому что я же пока не поставил. Да, тут, Нимаш, здесь хочу победить, и мне нужно было просто босс убедить, и всё. Такие пальцы достаточно, там, сильные. А, ну, можно от нее распыляться. Да, мы взломаем в стену, и в стенах будет много-много-много перехадов, и будет их всех. Но обычно до этого не доходят. А боссов? Каждый из всех обычно бьют кинишники. Потому что они самые мощные лимит. Роза 3 вообще, чем у Манго Крейм. Рейнджин. Напомню еще, как кто-то сказал, давайте убивать босса, не обращать внимание на пузырьки. Потому что... Мы убьем этого босса, и кто убил? Доброе привидение убило этого босса. Доброе привидение лежало... Ничего не знаю, оно нанесло последний удар. Два хп. Десять. Ладно, десять. А вот одно пафосное существо, которое говорило, что мы можем не убивать пузырьки. Все будет нормально, я уже сто раз так делал. Вот. Потом замечательно бегал от чего-то такого зеленого ползущего по травке. Я же делал это всегда в фулл пати. А не в пати 3-1. О, блин. Ничего ты не понимаешь в настоящих извращениях. Это как эпично, эпично было. Я немножко недорассчитала. Ничего. Сбор за стран придет. Сбор за привидение. Сбор за привидение. И 3-1. Сбор за привидение. Спививать пора. Немного материала. Да. А зашел в инстанс и мои 4 скилла из других профессий стали тремя. То есть теперь каждый раз, когда я буду куда-нибудь заходить, где я буду скалироваться, мне будут забирать нравящиеся мне скиллы из других профессий. Да. А там веселее все. Такое количество, сколько тебе разрешено. Допустим, тебе было разрешено нам. Там, по-моему, каждые 5 уровня дают один скилл новый юзать с других профессий. Вот. То есть с 15 по 19 уровня ты сможешь первые 3 юзать. 20 по 24, первые 4. И так далее. Вот как они у тебя расположены. Вот, если ты откроешь окошко action trades. Ага. Там вот у тебя additional закладка. Да, да, да. Вот внизу у тебя вот список твоих скиллов. И, значит, если ты будешь заходить в данж 15, ну, где ниже 19 уровня данж, который тебя скалирует, там у тебя будут первые 3 работать. Дальше до 24, ну, 24, а уже 4. И так далее. Вот оно будет тупо обрезать согласно твоего уровня, который у тебя будет в данже. Соответственно, самое важное ставь спереди. Окей, спасибо. Там же и обычные обилки. Вот вырастешь до 50, а будет вообще грустно. Вот тебе обилок работать только в 8. А, то есть здесь нет такого, что, типа, дать далее, а потом проскалировали их в ноль, да? Нет. Вообще убирая, то есть ты находишься на таким уровнем, как разрешено. А ты так еще заходишь, гордый в данж, начинаешь прожимать кнопки и замечаешь, что у тебя то комбо не работают, то просто у тебя персонаж стоит. Потом вращаешь внимание, что у тебя эти кнопки, которые ты обычно нажимаешь, затянемнены. То есть, извини, чувак, не в этом данже. Ну, это не относится к феечке, кстати говоря. Феечки работают всегда везде. В скалерном смысле, да? Угу. В скалерном вообще халява. Вызываешь феечку и просто первые данжики до 30 вообще не хилишь никогда. Феечка все делает. Только дамажишь. Потом в зависимости от шмоток. Можно вообще не хилить, а можно приходится подхиливать. Да, некоторым иногда вообще надо пинать, напоминать о том, что надо похилить. То есть мне опасно быть скалером. Ну, скалером чем-то легче. Вот я сейчас в ВХМ играю, как-то грустно становится иногда. Да ладно. Там такой эротический наборчик на 50 уровне. Я привыкла к шкалерам. Большие данжики. Либо танкам. Потому что иначе там пати ищется минут по 15. Килом и танком минут по 2. Ну, кстати, всеми классными все-таки интересно играть. Вот так как в других играх. Тут там, не знаю, одним надоедает, переключаешься. А вот переключаешься. А Эль я открыла для себя скилл бейзет игры? Да. Я об этом говорил еще в 1-0, доказывая, что вместо того, чтобы плодить альтов, можно все уметь на одном персонаже. Да. Достаточно просто, собственно говоря, взять в руки что-то другое. И никакие классы не нужны. Какая игра раньше появилась? Финал Фантазии или Секрет Ворлд? Мм? Да. Какая игра раньше появилась? Финал Фантазии или Секрет Ворлд? А мы от какой пеналки отсчитываем? Какой Секрет Ворлд? От 14. А Секрет Ворлд? Секрет Ворлд вышел. Фанкомовская ромяшка очень такая хорошая. Я точно не скажу даже. Я не смог пройти дальше второй логии. Ну, страшная пипец. Тоже мама? Да. Да. Представь себе все ужастики Степена Кинга, Клайва Баркера и еще там 355 авторов. слитый в одну онлайн игру. Мало всего прочего, там даже ролик посвящения, я не помню, за драконов, да, по-моему, с интимным содержанием. Нет. Нет. А какого? Они все три часа одинаковые. Подожди, а кого там через, простите, оральные всякие ласки, становление делали героинца? Не помнишь уже? Ммм. Ммм. Так, сейчас на дны туплись, посмотрите. Ммм. Я что-то не помню такого. Подожди, ты же просто просыпаешься в этой квартире, двери, стучатся в дверь. Нет, нет, а там у китайцев, по-моему, какой-то, да, у драконов вроде был. У них вот изначально ролик вроде такой был какой-то, порнушный немножко. Ну аж поменяли. Ну, наверное, по просьбам трудящихся и не очень. А то у меня, знаешь, тоже все знакомые, кто не спрашивает, Secret World, а дай, дай аккаунт. Я говорю, там кроме этого ролика больше ничего нет. Ну ладно, тогда не надо. Не, лично я его мошкин, как же я. Слишком много времени нужно на них. Черт. А че это вообще тут было, ничем? Там просто в Secret World примерно похожая система, как здесь. Дальше посмотрел такое оружие в руках. Так вот так и будешь себя вести. Да, да, да. Там нет, в принципе, очень достойная игрушка. Страшновастенькая, конечно, там ужасники всякие, но тем не менее вполне. Не знаю, я там... Помню, квест был такой веселенький. Нужно было на подземной стоянке встретиться с представителями противоборствующей фракции. Когда туда приходишь, подземная стоянка оказывается заваленной. Ну, там выхода нету. Этот свет вырубило, там все вырубило. И противоборствующей фракции нет, но зато есть зомби. И ты вот по темноте шаришься, как в Silent Hill. У тебя в руках такой маленький фонарик, и ты этим фонариком высвечиваешь периодически зомби, которые на тебя несутся с этим желанием покусать. И как бы этого хватило. Ну, среди всего прочего, конечно. Это было последней каплей? Предпред последней каплей. Последней каплей был этот... Как он... Дом этой... Ведьмы, которую сожгли живьем. В общем, как вы поняли, игра очень милая, добрая. Ага. Что? Уронил он и Каванюна, или... Собственно ролик. Эротический? Угу. Ладно. Потом посмотреть вот так и будет. Потом посмотреть вот так и будет. Угу. Угу. Отлично. Угу. 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 Продолжение следует... 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 в рум. Не знаю. Нет, там графика такая вот вся какая-то масляная, корейская, вот, не знаю. Они ее чуть-чуть подправили, теперь она такая жидкая. А, ну ладно. Немножко она была противненькой такая, с одним из апдейтов ее просто зверли. Ну, пошли. То есть этот эффект еще остался. Я думаю, что те, кто играет мужским персонажем, на них там смотрят так же косо, как финалки на Микод. Ну, мужчина, ты что-то что-то... Ну, вообще, по статистике за мужских персонажей все-таки играет хорошо. Вот-вот же. Ну, в БННСКе мне, например, в соседней ТСКе ответили хорошо, одна девушка ответила хорошо. Я что, дура, что ли? Играть за мужского, блин, у нее такие сиськи мне сломают, завидно. И каскуют они тоже бюстом. Мне ответ очень порадовал. Да, это тоже бюст, но я играю за линку. Я ее за плоскодотку играю. Маленькую, такую, няшненькую, с хвостиком, лисичку. Или кто это? Так, Ланенька, она сейчас в комитетру сядет, и я отваливаюсь. Давай-давай. Всем до завтра. Пока-пока-пока. Это местный Лалафель, там, с хвостиком. Слушайте, там не разыгрываются случаи в Final Fantasy. Это последний. Может, я в розыгрыш какой-то сыграю. Эй, по-моему, нет. Сейчас спрошу у Топика. А то покупать мне точно не хочется. Но она не так дорого вот была по скидке недавно. Ну, я спросила, вряд ли, конечно, но мало ли. Нет, это относительно не так дорого. Если бы жрачка не принялась бы в цене, и еще много вещей. У меня просто финансы не увеличились, жутко так уменьшились. вместе с накопителем. Я еще год скину и все. Знаете, не только у тебя. Они не увеличились. Я не знаю. Вот реально. Может, пойти реально банк ограбить что-то. Ну, посадим. Давай ястребы соберутся дружно, да. Это поддержание онлайна бинзии, чтобы не померз год. Мне больше нравится. Да, я. Реально. Читал про ИГЛ. Да, я не думаю. Еще бы, еще дешевле. Если доллар подскочат, терроризм будет процветать уже в нашей стране. Даже люди, у которых нет денег, у тех, у кого есть. Ну, финансы-то куда? Что-то, чего они загорают? А мы тогда всех доверили, наверное. Не, сосед встретил. Такое жалко. Там работа нормально. Кому я там нужен? Там-то есть товарищи. Да-да-да-да. А здесь, вот они не знают. Это так же, как и там. А это самое печальное. Ну, здесь нас хотя бы не трогают. А там, как-то кому-то нужны. Там-то где я, извиня, ты и гражданин, но полка стала при том, что ты из России. Ты врат. Они там так не были. Ну, значит, я видел русофоба. А они и в России есть. Ты разобавал, почему я ненавижу себя, Яру. Чей Яру. Я боюсь себя. Какая тишина. Тишина гробовая. Угу. Ну, так. Мы можем что-нибудь тут повещать. Радио, типа. Вот такого хватает. Я сижу в четырех ТС. В каждом канале, в котором я сижу, от пяти до семи человек. И тишина гробовая. Молчат друг на друга? Ну, да. А что ты хотел? Суббота? Большинство с теми... То ли еще в воскресенье будет. Но, но. Я общаюсь с людьми, которые не пьют, не курят. Денег нету. Да, денег нету. Ай, нормально. Раньше хотя бы сидели пьяные. Сейчас трезвые сидят. Хоть бы пьяный зашел. Хоть повеселились бы. Народ, собираемся на этом канале. Там у нас один пьяный. Не, не клятся. Не, спасибо. Ради минимума, фляжку вскрывать не буду. Не, это не так. Боже, ты мой, какой почтитель. Ты трезвым в состоянии можешь, я так понимаю. Ты просто не застала, что я могу в нетрезвом. Может, это к лучшему? Можем быть. Ты не застала? Да. Или то, что ты еще не видела, у тебя все впереди. Ну, увидеть я вряд ли увижу. А вот услышать может быть. Ты что, финансы не позволяешь? Увидеть? Ага. Ну, я не такой любитель севера. А жаль. Тут это сейчас... Снежок. Хорошо, прохладно. Я южный больше человек. Все-таки, как бы, дают о себе знать место жительства. Если я, наконец-то, вылезу из дома, я, наверное, действительно переберусь поближе к нормам. Я в Челябинске. Ой, слушай, ты не в моем вкусе. Я не в этом плане. Ты знаешь, ты тоже не привлекательный. Причем еще и старый. Да ладно. Он тут... Привидение намного старше. Я так смотрю, чем он. Кстати, ты паспорт пошел менять? Блин. С учетом сегодняшних событий... О! Я тут это... С учетом разговора сегодня о размерах... Я сейчас хожу... И тут мимо меня сиськи ходят. На своих ножках. Они опять рядом? Да, они рядом. Они смотрят на меня. Не знаю, если Киити рядом, он подтвердит. Или Киити уже ушел. Прикинь, я в БДО стал рыбаком. Первая игра, в которой я ловлю живу. Это ж вообще... Я не знаю, что это плохая игра. Побегала, наверное, левела до шестого, и что-то меня от нее как-то не очень. Ну, тут графика отбивает сразу. Вот-вот, она какая-то псевдо-красивая, вот что-то такое в ней гадкое. Гадкое. Это то, что отчасти финалки появляться стало. Ну, тут не до такой степени. Ну да, но это все равно, поначалу этого не было, а потом, когда это начало появляться, у меня мурашки по коже. Какая-то слащавая, не знаю, вот это вот все... Картинка. Неправильная, да, ненатуральная. Всегда нравилась финалка тем, что в ней все было детализировано до мельчайших того. Тут да, может быть оно там должно быть якобы красиво, но выглядит это как вот картинка кукла нарисованная. Кстати. Тут как в настройках дураки сделали, ну, повесили все на одну настройку, галочку там, уменьшил чуть-чуть. Из-за того, что постоянно мерцал экран, когда мало хп, еще какие-то глюки, ну, сделал, значит, краски, ну, эффекты пониже. Ну, теперь бегаю по лесу и просто уже многим показывал, у меня деревья треугольные, квадратные. Камни у меня, это самое, не пойми на что похоже. Вот Lothra, которая онлайн, у них было, в принципе, неплохое решение с детализацией. То есть, когда чем дальше, тем оно превращается в картинку. Но оно выглядело прикольно, относительно вот этого. Это ты... Сорт оф ринг. А. В архейше такое же было? Да, 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 в архейше тоже была похожая. Не, ну, это все, это хорошо, это все сборная солянка, это все корейское, это все у них через одни руки делают. Ну, да. Через, через руки или? Нет, я имею в виду, что через одни руки все игры проходят. Ну, понятно, что руки откуда растут. Но они от них. И то, что, ну, что-то определенная детализация или текстура или предмета, или в разных играх одинаковые, это тоже удивительно. Ух ты, какие сиськи. А, тут вычитала ношу, что в Японии, мне аж как-то это не по себе стало. Как можно в Японии заработать, значит, анонимно? Анонимно уже доставляют, значит. Ну, это прикольный момент, это самое заинтересовало тем, что это самое, это инструкция для девушек. Это переведена была инструкция. Ну, и вот это. У них открываться начали новые заведения. Заведения у них, типа, подобие бани. Я даже не знаю, бани это не бани. У нас-то это понятно, что бани. А когда же сауна у нас? Ну, у них тоже... А в Японии там черт ногу вспомнил с этим делом? Я так и не понял, как это правильно называется. Туда, в принципе, и помыться, и попариться. Там появилась новая услуга. И вот эта услуга принимают, значит, молодые девушки. Значит, эээ... Я думал, ладно, это там черт, личный дом разрешили кому-то прочь. Не хрена, это еще извращение чем-то. И вот тут была такая интрига. Ну да, да. Мы уже тут всех. Ну, сэмер. И, значит, это решил. Если ты приходишь, ты заполняешь кучу бумаги. Точно на том, что ты согласна, тем, что ты понимаешь, что там ты, типа, пол-тела даешь современную зону, знаете, участникам, пришедшим в данный мир. Милота? О, пол-тела вот присоединился. Я же говорю, милота. Ладно, фигняю. Как так пол-тела? Как так пол-тела? И там, значит, ну ладно, подписывайся, все. Тебе приходит, ты сам объясняет, мол. Так-так-так-так. В данное помещение, ты, значит, забираешься на данную стойку, в данную стойку, в данную, ну, данную стойку, в данную, ну, только, значит, выглядит как... Сначала непонятная раскоряка. Ладно, фигня. Не понял вообще, что это такое, с дыркой в стене. Ну ладно, фигня, значит. Значит, ты пролезаешь наполовину в эту дырку. Значит, с другой стороны барная стойка. Мило. Наверное. Там, значит, такая перекладина стоит мягкая, ты на нее облокачиваешься, типа, барная стойка, ты можешь сделать заказ, а вторая половина этого тела находится, значит, в данной бане. И тебя временно запирает в этой стене. Ну, чтобы тебя вытащить не могли, и ты смыться не могла. Ну, ты в течение, там, как я понял, где-то порядка 45 минут. Можешь трещать с другими, такими же... любителями, да, подзаработать, выпить с ними, оторваться. А другая твоя половина будет отдана мужика. Ну, это у них давно уже, в принципе, было такое. У них было, типа, что-то, когда, там, выбирали лучшую побу, там, или еще что-либо подобное. После того, как я почитал, мне аж завидно, что у нас нету таких заведений. С другой стороны, представь себе, вот, посетил ты такое заведение, а потом вдруг, когда-нибудь ты встретишь эту мадам, и по каким-то, там, приметам выяснишь, что это она. А еще хуже... Ладно, а еще хуже, если это был какой-нибудь такой крокодил, И ты выяснил, что это... Да, это именно тот самый крокодил. Да, 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 и можно... Нет, понимаешь, если это был крокодил, то я уже явно не встречу. Ну, увидишь. Сюрприз. Это ж сколько надо выпить. Ну, может быть. Выпил, упал, потерял сознание, очнулся, смотришь, лежишь с крокодилом в одной постели. Не-не-не-не. Вот он смотришь, а она гата, знакомая. Неправильно, Норпа. Выпил, значит, это самое... Тоже споткнулся, это самое... С утра стоишь, у тебя, значит, тест на беременность и справка. У-у-у... Вот это страстно. Уже это плеще Secret World, да, с ужасами. Которые сейчас рассказывали. Ну, ладно, показывайте свои сиськи, я спать пойду. У-у-у-у-у, смотри. Эээээ... Ты демон опоздал. Я тебе предлагал на них посмотреть еще минут десять назад. Я представил, ну ладно, включай это веб, посмотри. Ну на, теперь уже не заснём. Кошмар, надо. Вообще. Особо провинившимся будут показывать сиськи Норба, да? Да. Почему провинившимся, чтобы особо желающий? Кстати, как там бронелифчик поживает? Ты нашёл ему применение? Да блин, как-то он, нифига не лифчик, или нифига не броня. Я ещё не определился на самом деле, что это было. Я напомнил, мультик смотрел, как приручить дракона. Ага. Первая серия, значит. Это часть лифчика твоей мамы, ну и у меня на голове. И во второй серии маму показывают. Да уж. Тут же вопрос просто, а зачем ей нужны были такие? Видимо, раньше она была больше. А самое забавное, смотрел в кинотеатре, у меня не единственное был такой вопрос при, видимо, Маше. Сзади меня ещё обсуждали этот момент. Ну чё, у меня есть знакомая, которая килограмм на 30 похудела после родовки, и теперь всё, ходит, страдает, смотрит на свои нищики старые. Градоваться надо. Она страдает по поводу того, что всё-таки уменьшилась размера на два. Не знаю, сколько народа, дам не переслушал, большинство народа, наоборот, плачет за что-то. Ну да. Нет, так она сейчас где-то меньше 50 даже весит. Вот так получилось. Не знаю даже. Ты смотри, как мужику повезло. Мя. Что? То есть это в килограммах уменьшилось, а в окружности увеличилось? Не, она у нас это сильно независимая, с собачкой только, а не с кошмачкой. Ну и с ребёнком. Там с собачкой повезло. С собачкой девочка. А, ну ладно. Да. А то у меня есть знакомая с хорошей собачкой среднеазиатской. Я бы никогда не подумал, зачем ей нужен был средний азиат, пока случайно не узнал. Ну да, как, что, как, развлекается. Мой любимый цвет, мой любимый размер. Главной конкуренции нет у этой собачки. Ну, вполне возможно, да. Ну, кто как ищет себе приключений. О, габуи. Представляешь, сейчас вот это всё ты записываешь в темпе. Да. А всё равно это никто смотреть не будет. А потом это всё будет полушать, если кто-то будет смотреть. А сколько времени, что уже желают ночью? Сейчас, где-то 23. Вот, 11. Сколько? Это 21. Ну. Чё-то как-то... Ну, ладно. У тебя суббота. Ну, ладно, одно время ещё детское. Программа здесь нечего. Не, просто... Уже давно замечено, что выходные онлайн отсутствуют. Норт. Чё? Матву зовут тебя. А чё я там забыл? Мириум, я тебе могу повторить. Ты не в моём вкусе. Ради тебя Москву нет. У меня водка из вина есть. Знаешь, даже после того, как я это выпью, у меня на тебя не это. У меня сестра есть. Я её это... Я как представлю, что... Это продажа людей, да. Давай, представляй быстрее. Я уже представил, и уже могу так сказать, что нет, спасибо. Благодарю за предложение, но... Потому что он у тебя и с рукой, и с сердцем вперёд. Угу. Знаешь, есть старая добрая песенка. Начинаешь с 60-х и 70-х. Если б я был султан, начинается. Не, боюсь, с ней больше никто не уживётся, кроме одного парня. Ну вот, а ещё мне прилагают. То есть, смерти моей захотел. Нет, она будет тебя боготворить. Ага. Но при этом ты бросишь пить, Дома сидеть. Куриц, ездить. Играть во всё, что можно. Будешь сидеть дома, да, и не шагу там... И появляться в SteamSpeak'е по праздникам. На пять минут поздравить всех. А знаешь как, она уснула. Пойдёмте, куда-нибудь ходим. Да? Ну да. У меня, как бы, друг есть. У него не сестра, у него мама такая. И вот он стримил. И когда мама появлялась на заднем фоне на ветке, там народ начинал дико ржать. Потому что мама там то с утюгом придёт, то просто очень злобно придёт. Начнёт там. А он же сидит в наушниках, не слышит ни хрена. Вот это было весело тоже. Как ты набрал столько рейтингов? Тебя же слушать невозможно. Да вот сам не понимаю. Главное, лайк вами поставь. Нет, что-то я сморкнул. Здесь кефирный. Блок шорф. Как-то видел, кто-то скидал. Это девчонка, это самое, значит, грудь показывает через скайп своему паркингу. Он это всё снимал, значит, и мама застает. Сзади. Неудачное знакомство с будущей телекрой. Точнее, уже это и с будущей, как её там, тёщей. Самое забавное, что мамаша тоже решила ему показать грудь. Ну что, флешмоб. После этого он понял, лучше с ними не связываться. Выкинуть данную запись в интернет. Норм. Вот я бегаю уже, битый третий круг, наверное, по локации, я не могу найти этих кобальтов дурацких. Они могут появляться по этому? Как ты не можешь кобальт найти? Ты чего? Кобальты, они вот разные. Начнём с простого. Какого уровня или какая зона? Ой, щас я отбегу тут от моба. Вон, в пустыне. Да нет, есть ещё ланоски есть. Вот именно там. Ну вот, а поточнее, их много локаций. Вот пикманы, они у меня вайфаем не горят. Пикманы? Да. Как и называются? Да, у перла, но в норте, собственно, нижняя. Ой, тут и верхняя, наоборот. Так, опер, щас. Дойду до туда. А, он у меня не открытый, что ли. Я подозреваю, что там, где написано, да, бронзлайк. А ты какого уровня уже? Почти седьмого, тридцать седьмого. Ты, то есть, кам, бронзлайк разлучила? Да. А от них правее гуляла, ну, на восток? Так, щас, я тут уже запуталась. У меня топографический критинизм включился. От бронзлайка на восток. Там, короче, будет спуск, типа, к шахте. Но я не помню, какого уровня там кобальты. Там кобальты есть, но я не помню, какого уровня. И, насколько я помню, они очень неприятны. А? В сторону Эссен. Да, да, да. Вот через переходик там сейчас? Там вот переходик, да, спуск. И вот в том спуске, насколько я помню, там до хрена этих кобальтов. В чем там, шахты неподалеку. Да, и они должны быть прямо около уже выхода в Эссен, да? А, да нет. Ну, если грубо говорить, вот я вожу... У меня эта карта вот на этом персонаже неразлучна. Но я приблизительно предполагаю, что где-нибудь по Иксу... Ну, допустим, Икс 34, Икс 22. Так, ну и вот бегу смотреть, что тут. Да просто уже достало, я с этими кобальтами. Ну, они вроде цирковые, что ли. Странно, а зачем они мне тогда тут? Ну, я не знаю, может, это не те кобальты. Ну, я что-то тут вообще не вижу. Может, я не там бегаю? Смотри, пожалуйста. Мне для этого надо... Ну, если ты подожди уж... А ты утка на воде? Странно. Вот ты это смотришь по Хантинг-клогу, да? Да-да-да. Я туда навожу на Хантинг-клог, у меня тут написано. О, Квуд. Я туда подбежала. О, Квуд написано? Да. Сейчас подожди. Там пробежала, все пробегала. Сейчас получается из туда. Ну, вот я думаю, еще раз туда вернусь. Подожди, О, Квуд. Так, Каперлоноса. А-а-а-а. Тогда тебе знаешь, куда там надо? В О, Квуд. Это... Вот где на карте... Это... Западная часть... В общем, карты. Так, большим буквам написано ВО, Квуд. Да. Только нигде Мельница, а там есть такая еще зона. Фалаус. Туда этот подъем идет... Там вот лестница такая, наверх-наверх-наверх-наверх. Там утес. И вот они на утесе на том. Хорошо, значит, сейчас попробую там их опускать уже. Я тебя, в общем, я тебя к другим Квуд там вообще послал сначала. Понятно. Но ты меня ни к тем послал. Потому что я помню, что они там тоже есть. Их там много. Но они... Я помню, что злобные. То есть 40 плюс там в районе больше к 50. Я поэтому уточню. Ну ты мне вообще, говорю, подкинул тут. Я же вообще их не делала, этих антенклоги. О, работай, ниггер. Солнце... Луна, высоко. Работай. Тебе личных мекот мало, да? Да, слушай, если бы их еще было... ...инное количество, то всего лишь замызганные. И то на себе. Не первой свежести. Спасибо.